С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И, наконец-то, я в своем городе Калуга, наконец-то я добралась из Италии в Россию. Как я добиралась, это была проблема, это была такая проблема, которую я никогда, никогда не думала, что это меня коснется. И я вам сегодня ее расскажу. Ну, я буду рассказывать со вчерашнего дня и по сегодняшний. Ладно, поехали, не буду вас отвлекать. А вон наш театр. Приветики, с вами Ольга, и желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И я, я снова еду в Россию, венчанцы меня везут. И какое это счастье, у нас сегодня немножко тучи ходят хмур в Италии, а в России уже я звонила, там уже ноль плюс один градус. Хо-хо-хо, погода меня ждет. Ну, и хотела бы с вами поделиться о том, как мы едем сегодня, что у меня будет в аэропорту, какие новости. Ну, а сейчас просто покажу вам дорогу, по которой мы едем, потому что дорога у нас всегда красивая. И дорога, как говорится, ведет к счастью. Вот мы к счастью и едем своих наведать близких, потому что я уже звонила, ждут меня и дети, и внуки, и мамочка ждет. И какое это счастье, мои хорошие, когда я еду домой, домой к своим родным и близким. Ну, и как вы уже видите, видео у меня началось с такими хорошими, позитивными, позитивными мыслями и хорошим настроением. Конечно, венчанцы меня проводил, как вы уже видели, и мы поехали в Пизо-аэропорт. Дорога была замечательно красивая. Такой день был не очень солнечный, но все равно позитивное настроение. Ну, поскольку я уже была готова к тому, что меня ожидает, потому что моя подруга Леночка уже поехала, и она мне предупредила, что сейчас есть такой закон. Ну, закон практически нигде этот не действует, по которому он должен обязательно, если российский и итальянский гражданин одновременно, должен предоставить причину, по которой он уезжает из Италии. Именно в этот момент, в момент такой красной зоны, в момент пандемии. Поэтому, Лена мне сказала, что можно любую справку прислать от врача. Мама мне уже прислала с Алешей, и я была уже к этому готова. Ну, и она мне сказала, что можно, можно указать, что едешь делать вакцину, вакцину-спутник в Россию. Короче, я еще нашла свое первое место десадерное, то есть мой вид на жительство, который меня не отобрали, когда я получила мое итальянское гражданство. С видом на жительство пропускали по счету раз, потому что не имели права задержать, потому что это считается гражданин России с видом на жительство в Италии. Но я этому... В общем, получилось как? У нас получился только один самолет в аэропорту Пизы. Только-только наш. Мы прошли хорошо регистрацию. У меня был только багаж, ручная кладь, сумочка и чемоданчик. После этого мы, как обычно, прошли через решетку. Нас всех просветили, но, как обычно, и багаж просветили. Все это хорошо. После всех этих решеток стоял полицейский, который проверял, у кого есть что, какие документы. То есть с видом на жительство по счету раз всех пропускали. Я показала свой вид на жительство, свою пермессию, и он меня пропустил. Но дело в том, что на паспортном контроле вид на жительство я не могла показать, потому что они его сканировали. То есть он у меня уже был недействительный. Пришлось показывать итальянский паспорт. И он мне сказал, что нужны автосертификационы, которые дают этот толстый полицейский. И вернули меня назад к этому же полицейскому. Короче, тут начался ужас. Ужас, дорогие мои, я, которые думала, что не переживу. Я показала, что я в этой бумажке, в этом автосертификационе, я указала, что еду наведать мою больную маму. Мне понравилось то, что у меня были девчонки, которые независимые переводчики, так сказать. Они подтвердили, что да, там написано все болезни. Он говорит, что все болезни мне не пофиг. Если она помирает, это да. А все болезни все болеют. То есть не прошло. Вы, сеньор, не едете. Я потом ищу один лист. Говорю, вот мне пришел еще один лист, что она уже в госпитале находится. Посмотрите. Еще одна девочка подтвердила русское, независимый переводчик, тоже подтвердила. Я ей там говорю, пожалуйста, помогите. Она подтвердила, что уже в госпитале находится, что нужно срочно наведать. Но там стоял 21 день, потому что это была санаторная курортная карта. А он сказал, что это такое, 21 день, значит, она еще выживет. Это не так страшно. В общем, вы не едете. Короче, начался кошмар. Мы начали звонить в посольство России, потому что одна из женщин дала телефон напрямую. Телефон такой челюляры, то есть сотовая связь была напрямую с секретарем российского посольства. Хорошо, еще вот одна женщина такая попалась, более грамотная в этом отношении. Позвонили, они сказали, что все уладит. Короче, потихонечку, потихонечку все прошли. То одно, то второе, что-то там они указали, и все, все, все прошли. Осталась только я. Вот смотрите, я показываю. Один наш самолет во всем аэропорте. Только я и одна женщина, Светлана, вот, которая мне помогала, она в посольство тоже звонила, у нее получилась другая ситуация. У дочки двойное гражданство, у нее вид на жительство. Дочка без сопровождения ехать не может. Ну вот я наконец-то уже в самолет. Дочка без сопровождения ехать не могла, а она не могла ехать, и она не могла ехать, потому что у нее двойное гражданство. У мамы был вид на жительство, то есть мама могла лететь без дочки, а с дочкой нет. В общем, в конце концов, так и застопорили. Но дело в том, что в конце, дорогие мои, посол или кто-то там из посольства позвонили все равно этому полицейскому. Я уже ушла, вызвала снова Винченцо. Винченцо поехал снова за мной. Я уже подошла к стойке регистрации. И летит, летит, летит этот полицейский. Говорит, сеньора из посольства позвонили. Можешь лететь, бегом давай, самолет тебя ждет.